Реторика наших соседей на границах перешла в плоскость полной милитаризации. 15 тысяч военных Польши, военная техника, привлеченная к решению миграционного кризиса, на подмогу вызвана Великобритания, Германия, силы стягивает Украина, 8,5 тысяч военных и полиции. А в Черном море, под предлогом непрекращающихся внеплановых учений, разворачивается натуральный театр боевых действий. Это больше походит не на маневры, а на подготовку к возможной войне. Тема расстановки сил вокруг границ союзного государства продолжит Екатерина Тихомирова. В лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более 2000 человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникли более 54 тысяч. И 24 тысячи беженцев переправились через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию. Но разве там усиливались натовские группировки? Итак, Варшава, якобы обороняясь от мигрантов, разместила вооруженную группировку. Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Польских партнеров обещали поддержать в Берлине. В пятницу 12 ноября немецкие подразделения вооруженных сил были замечены в Польше. Железнодорожный состав, загруженный военной техникой, засветился на станции в районе польского Ольштина. В составе колонны идентифицировали самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры и большое количество вспомогательной военной техники, тягачей, заряжающих машин и так далее. И техника явно не оборонительная. В 60 километрах от наших границ. Стоит ли напоминать, когда и как в последний раз движение боевой немецкой техники двигалось на восток? Тем временем в акватории Черного моря обстановка уже наэлектризована. В новую активную фазу вступили очередные внеплановые учения НАТО и США. Учения США и их союзников в Черном море меньше всего становятся похожи на маневры, скорее на подготовку к возможной масштабной войне. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море 40 боевых кораблей. Это немалые ракетные крейсеры. С флагмана «Маунти-Витни» можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце «Портер» крылатые ракеты «Тамагавк» привлечены порядка 50 вертолетов и самолетов. Альянс привлек к учениям самолет радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию. На самом деле все это происходит вокруг всех наших границ, и северных, и восточных, и, соответственно, западных и Черного моря. Существует определенная стратегическая линия, которую США проводят уже на протяжении длительного времени. Черное море является одним из таких важных факторов. Там находится большое количество стран, соответствующих НАТО и участников НАТО. Поэтому эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения НАТО, а с точки зрения Соединенных Штатов. Это их политика. Все остальные просто следуют в телеваторе их приказа. Один исторический факт или закон капитализма – войны кормят Америку. А напряжение на белорусско-польской границе, видимо, имеет и еще одну цель – отвлечь всех от того, что делается у южных рубежей России. Так что шумиха на границе будет длиться столько, сколько это удобно Вашингтону. Екатерина Тихомирова, агентство теленовостей.